Мне кажется, что моя творческая жизнь сложилась очень удачно, очень интересно. Мне вот уже 56 лет. Я считаю, что я хорошо прошел свой жизненный путь. Я как бы прожил две жизни, вот так что ли, мне кажется, понимаете ли. Одна жизнь моя, личная моя жизнь, жизнь человека. Вторая жизнь – это жизнь артиста, художника, жизнь в образах, жизнь как бы в чужой жизни, если можно так выразиться. Вот эта жизнь, чужой жизнь у меня была очень интересна. И я как бы пережил всю сложность многогранной жизни моего современника. Мне приходилось переживать жизнь людей первых пятилеток. Людей, которые строят и осваивают уже сейчас нашу жизнь. Мне пришлось пережить и жизнь солдата Отечественной войны, и жизнь столевара, тракториста, шофера, шахтера, комбайнера, колхозника, председателя колхоза. Так что я прожил, как будто бы своеобразно так, две больших и интересных жизни. Моя первая кинокартина – «Трактористы». Образ Харитона Балуна в кинокартине «Большая жизнь». Даже образ Довбни, украинского богатыря в кинокартине Богдана Хмельницкой. Они мной ощущались, как могла бы ощущаться вся наша страна. Могучая, сильная, с ее неизведанными еще богатствами, сокрытыми, неподнятыми к жизни силами. Вот так мне и представлялся тракторист. Такой же могучий, архаичный, молодой, юный, где-то еще дурашливый. Человек, не знающий, не чувствующий своих сил и возможностей, еще только выходящий в жизнь. Я, очевидно, должен быть театральным актером. Но в театре я не проработал и сезона. Меня пригласили в кинокартины «Трактористы», когда мы приехали с театром на гастроли. Вот я очень опасался кинематографа, опасался кинематографистов. Мне казалось, что кинематографические актеры имеют особый какой-то склад. К ним как-то необычайно и легко, мне казалось, приходит на раннюю известность, что ли, понимаете ли. А эта известность накладывает иногда очень своеобразный неприятный отпечаток. Мне казалось, что с людьми кинематографу будет трудно мне сочтись. Вот. Теперь традиции воспитания у нас в театре были очень жесткими. Но я был приятно разочарован. Приятно разочарован. Первый из человек, которого я встретил, это был Петр Олейник, который остался моим другом до конца своей жизни. Милый Петр. Вот. Встретился я с Николаем Крючковым, с Машей Ладыниным. Встретился с самим Иваном Александровичем Пырьевым. Режиссером известным, человеком Грозным. Так его считали вообще. Но они на меня произвели как раз очень приятное впечатление. Они очень простыми оказались людьми. Сердечными, доверчивыми, открытыми. Они не скрывали от меня никаких своих секретов кинематографических. Я очень легко как-то, даже не заметив, вошел в их человеческую среду, вошел в хорошую человеческую, я бы сказал, такую дружбу. Ну, после кинокартины «Трактористы» я попал в кинокартиру «Большая жизнь». Ну, в те поры была сильно распространена такая молодежная организация, как «Синяя блуза». Вот. Выступали мы в цехах, готовили мы сами программу, писали такие сатирические сцены. Наши заводские, бытовые, общественные, понимаете ли. Проходились по лодырям, проходимцев и так далее. Нам повезло. У нас вдруг организовался трам театр рабочей молодежи. Я принимал участие в этом траме. Шефом нашего такого коллектива заводского общего был Иван Артемьевич Слонов. Вот как-то он меня однажды вызвав к себе, сказал, знаешь что, Борис, не занимайся больше самодеятельностью. Я советую, чтобы ты поступил в Саратское театральное училище. Я ему объяснил, что я завод бросить не могу. Ну, вот мы с ним пошли, пошли по линии общественности. Он такой пробойный был такой человек. Вот. Обратились мы, значит, в комсомольскую организацию, в правком заводской. Под напором Слоново пошла общественность заводская навстречу. Меня перевели из цеха электриков на нефтькачку. Я принимал там мазут, бензин, керосин, раскачивал по шахтам. У меня был вортингтон. Такой вортингтон. Ну, это такой насос, который работал на сжатом воздухе в шахте. Ну, и были юбочные насосы. Вот, включили, значит, они там скачивают. Керосин, масло, бензин, понимаешь, вообще. Ну, и тут свободные промежутки были очень большие. Я как раз в этой свободной промежутке и успевал закончить уроки, понимаете, или выучить стихотворения, которые нам задавали, отрывки из драматических произведений. Ну, что же, я закончил Саратское театральное училище имени Слонова. И учился я у Слонова. Курс наш вел Павел Александрович Карганов. Великолепный, блестящий мастер реалистической школы. Основное, так сказать, русло учебы у нас шло по системе Станиславского. Мы придерживались этой системы. Но нам повезло. Еще была жива старейшая актриса Елена Евгеньевна Настахова. Ей было тогда примерно 78 лет. И наряду с системой Станиславского мы изучали систему школы переживаний, по которой училась она, ну, по которой, возможно, и учились все поколения актеров. Возможно, включая Щепкина сюда же, понимаете ли. Вот так, собственно, сложилась моя жизнь. Может быть, если бы не завод, может быть, не внимания Слонова, если бы не пошла общественность, ну, я бы не, наверное, бы не владел бы этой, сейчас, горячо, любимой мной профессией. Вот так вот. Я никогда не думал об образе, как о персонаже, положительном или отрицательном. Мне этого никогда не приходило в голову. Я никогда не наделял одного розовыми красками, другого явно темными какими-то штрихами. Я никогда не путал и образы с самим собой. Я никогда не считал, что в образе выражаюсь я. Я всегда точно и ясно представлял себе, что я выражаю другую человеческую личность, которая ничего порой не имеет общего со мной. Выражая одного из них, я иногда восхищаюсь просто человеческими достоинствами и чувствую, как этот человек во многом и в душевных качествах, и в мужских своих достоинствах. Знаете, как мужчина во многом порой превосходит меня. И мне порой самому бы хотелось иметь то, что имеет тот человек. Но каждому, как говорится, свое. Ну, иногда создаешь человеческую личность и думаешь, боже мой, сволочь, какая ты сволочь. Но он сволочь, он прекрасный сволочь. Он прекрасен вообще в своей мерзкой, понимаете, красоте. И я должен не чуждаться ее. Я должен ее со всей правдой, со всей человеческой искренностью, со всем правдоподобием присущим качествам этого человека выдержать, выразить это представляемое мною человеческое содержание. А уже отрицательный человек или нет, это вывод, несомненно, должен сделать сам зритель. Он отлично этим умеет заниматься. И никогда не нужно ему разжевывать, понимаете ли, вообще. И делать какое-то такое, я бы сказал, нудное резюме. Что вот этот человек отрицательный, этот человек положительный. Каждый видит, куда тянет характер. Куда он тянет общественный воз, в какую сторону он ведет его. Какое он отношение имеет к нашей общей человеческой жизни. Вот часто задают в этот вопрос, какой образ у вас является любимым, какой вы особенно любите. Честное слово, я никогда не мог толково ответить на этот вопрос. Мне кажется, что актер, да в частности, я любил все образы одинаково. Мне кажется, что в любом творческом процессе, какой бы он ни был в жизни, творческий процесс, лежит только одна эмоция. Это эмоции любви. Если эта эмоция не положена, творческого процесса быть не может. Я все образы делал предельно, с большой душевной любовью и радостью. Но вот течет время, и во времени начинаются вдруг вспоминаться какие-то особо волнующие тебя. В каком-то сопутствии с жизненными процессами, что ли. Вот одним из таких образов я, пожалуй, могу назвать образ Саши Сурамаши из кинокартины «Два бойца». Банальная история. Два солдата, два товарища. Один влюбился в девушку, другому тоже нравится. Казалось бы, ничего особенного нет. Но когда мы приступили к работе над фильмом, мы почувствовали, как обстановка войны, как те госпитали, в которых мы очень часто бывали, вот как те фронтовые встречи с солдатами, понимаете ли. Это утро, которое начинается с песни «Идет война народная». Эти пришедшие эвакуированные люди, все это создало какой-то необычайный фон страшно возвышенного волнения. Это возвышенное волнение вдруг охватывало нас в каждом кадре, где мы выражали вот эти характеры, характеры двух солдат. Я могу смотреть глазами вожака, понимаете, глазами тяжелыми, задумчивыми, глазами недоверия, глазами подозрительности, жаждой разрушения всего во имени моей цели. Я буду пренебрегать дружбой, если это нужно, если это необходимо для моей анархистской партии. Я не встану ни перед чем, я не пожалею отца, я пожалею матери, мне плевать на все. В другом, если я пойму деда Ерошку, если я пойму его горестность, если я пойму его сложившую жизнь, если я пойму его доску по старой казачьей удали, если эта удаль ляжет в мое сознание как признак поведения, понимаете ли, как кредо жизненное, я пойду путем дедушки Ерошки, его путем. Росомаха, тоже человек, который не сумел сложить своей жизни, так он прожил по берегам, с северного моря в основном, не сложилось семейного счастья, пошла отечественная война. Росомаха, человек тяжелой, суровой жизни, человек суровой правды, он не виляет никогда, он говорит, что я не солнышко, я знаю, я всех не обогрею, сделать я этого не могу, но человеческий я понимаю, ну не вышла моя жизнь, ну и не вышла, черт с ней, так бывает. И где-то вдруг, может быть, какой-то праздник жизни, такой Росомаха, раскроется, и перед нами вдруг станет добрая, могучая, сильная, целеустремленная душа человека моей Родины, любящая ее, понимающая смысл жизни, ее главную, определяющая, дорогое начало. Через час те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым. Через час те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым. Борис Федорович, стоп. Да. По-моему, несколько открыто, да? Открыто, и не надо пугать голосом. Я понимаю, в нас. Вся сцена прошла очень интимно. Да-да-да, более внутренне скрытые силы должно спутиться. Вы достаточно уже их напугали до этого. Сейчас. Не надо в конце так обнажаться. Ясно, Евгений Владимирович, понятно. Понятно. Попробуем. Через час те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым. Борис Федорович, опять пугаете все-таки. Пугаете голосом. Пугаете их содержанием. Пугаете их будущим. Через час те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым. А попробуйте совсем не пугать. Просто сказать им. Подожди, подожди. Ясно, ясно. Давай, давай, давай. Через час те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым. Слишком спокойно. Через час те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым. Это устало, сказали. Да он устал, ты видишь, он же без ноги. Вот тяжело, вам нужно спрятать это. Без ноги, куда же ты это денешь, понимаешь, инвалид. Он же... Ну, хорошо. Так, так, так. Через час те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым. Мертвым не подчеркивали бы, а? Хорошо. Через час те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым. И еще разочек. Через час те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым. Стоп, послушаем. Послушаем, давайте. На тренировку всегда возлагаешь надежность. Ты можешь в тренировке подтянуть что-то, точнить нюанс, понимаете ли, вытянуть образ несколько уже обдумав его до того, как еще придет к тебе тонировка. Так что тонировка это своеобразный творческий процесс, на который киноактер возлагает тоже большие надежды свои. Он помогает в творчестве. Тонировка не может менять характера. То есть характер должен быть у актера определен точностью, только так. Если ты будешь шататься, тебя забьют бесконечные вариации возможности интонации и так далее. Просто ты в тонировке, в процессе можешь больше отдаться раздумьям и прийти к наибольшей точности. Так я полагаю. Но я стараюсь не прервать связь со своим зрителем. Я всегда стараюсь быть как можно плотнее к нему. Мне часто приходится выезжать. Я с удовольствием выезжаю. Вот в прошлом году я был на Колыме, проехал всю Колымскую трассу. Я был на Камчатке у рыбаков. Я был на севере Казахстана, был на Целине. Часто приглашают люди в гости. В гостях естественно начинается разговор о жизни, задушевные беседы. Начинаются частые песни, начинаются какие-то рассказы интересные. И ты видишь этих людей в их, так сказать, непосредственном бытии, что ли. И вот я иногда с горечью замечаю, что жизнь как будто идет одним путем, о жизни, изображающей тех людей, как будто бы имеет свою, что ли, такую литературно-искусную манерность, понимаете, которая уже, мне кажется, давным-давно, далеко отстала в своей, даже внешней правде. Видишь, что люди совершенно выглядят иначе, нежели, чем мы их привыкли читать, допустим, вдруг в нашей литературе, в особенности в наших кинематографических сценариях. Так что вот, когда бываешь в этих местах, ты начинаешь чувствовать, что перед какой гранью ответственности ты стоишь как художник, перед каким масштабом разума, перед какой степенью запроса человеческого, и ты чувствуешь, как тебе надо, надо, надо подтягиваться, нужно, как говорится, идти вровень с жизнью, так сказать, в масштабах большой серьезности. Нет, я себя никогда не считал актером одного образа. Я считаю непременным свойством реализма, вот, реалистического образа, это разность человеческих характеров. Если мы говорим о том, что искусство отражает жизнь, то мы видим, что в жизни нигде нет повторов. В искусстве бывают повторы. Если я играю характер, кого-то человека беру, выразить, то я должен, непременно должен, выразить неповторимую человеческую индивидуальность, к чему, во всяком случае, я стремился в каждом образе. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok